Вопрос задали по поводу халяль на ли карта Сбербанка. То есть насколько халяль продукты Сбербанка. То есть вот в руках у меня сейчас фетла, да, дебетовая карта Сбербанка соответствует нормам шариата. Здесь написано то, что данная карта работает по стандартам вадила. Что такое вадила? Это бесплатное хранение. В основе, то есть если мы смотрим на шариатский стандарт АйОфи, там идет дебетовая карта, которая по шариатским стандартам работает, они работают по стандарту карт, то есть займ. То есть займ что это? Человек тебе деньги дал, ты им и попользовался, соответственно после этого вернул, то есть без надбавки, без штрафов, без пения, без ничего, скажем, и вернул просто. Это у нас займ называется. Что касается вадила, вадила это так, то что ты взял чемодан денег, принес допустим брату муслиму, поставил ему и все, через некоторое время приходишь и забираешь свой чемодан денег. После этого муслим имеет право тебе подарок дать? Да, имеет право тебе подарок дать. Какой-нибудь имеет право тебе подарок дать, потому что это не запрещено по сути уадила. Но здесь опять же в чем разница уадила и карт назовем, да, если арабским термином, бесплатное хранение и займ. В займе ты имеешь право эти деньги использовать, а у уадила ты не имеешь права, в бесплатном хранении не имеешь права трогать аманатные деньги. То есть если ты их тронешь, то это уже не будет бесплатным хранением, это будет очень сильно похоже на карт. И в доп. соглашения Сбербанка написано то, что они соответственно вот эти вот проценты на остаток переначисляют какой-то благотворительный фонд. Вот такой момент есть, да. Но получается то, что они все-таки процент на остаток пока еще начисляют, возможно они не успели переделать договора, не знаю точно из-за чего это так. Но, как я вам сказал, то что подарок они могут давать, кто им принес эти деньги и имеет право давать, да. Но, если получается банк использует эти деньги, соответственно это сразу же фетва перестает действовать. Ну и в фетве так написано то, что обязательно должен быть шариатский контроль. Фетву кстати подписал известный, скажем так, муфти Исмаил Дасаи, магистр исламских финансов. Саляму алейкум ва рафатуллахи ва ракатуллахи